Как я уже сказал до фильма, на самом деле здесь сложно заняться какой-то герменевтикой, потому что вроде бы все более-менее очевидно, но с другой стороны это возможно очевидно для тех, кто находится в контексте 78-го года, прекрасные, жирные, в кавычках, брежневские времена. И возможно сегодня этот фильм поколению, которое не очень помнит эти 70-е годы, он может быть и не очень понятен, и тогда действительно необходимо какие-то объяснения. Объяснения, которые в первую очередь связаны, наверное, с контекстом, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, и со стилем Муратовой, который может быть тоже имеет смысл поговорить о нем, поговорить о ее манере такого как бы определенного рода выражения в кино. Фильм на самом деле очень жесткий, я бы даже сказал жестокий. Хотя рядится он вроде бы в какие-то такие цветочные одежды. Но на самом деле фильм, с моей точки зрения, очень жестокий. И то, что его пропустили на экраны в 78-м году, объясняется только глубокой тупостью рецензентов и цензоров, которые просто не увидели всей остроты той сатиры и той пародии, которая в этом фильме содержится. Я начну вот с такого текста. Встретились на курорте немолодые уже люди, приглянулись, понравились друг другу, оба свободны, не связаны с семейными обязанностями. Как им быть? Расстаться или добиваться продолжения романа, словно 20-летним. У нее уже взрослая дочь. Она директор текстильной фабрики. И приходится и то, и дело решать сложные задачи, которые задает жизнь. К примеру, спасать горящий план и ускользающую прогрессивку авральными методами. Или послушаться советов главного инженера и перестраивать все производство на началах научной организации труда. Как быть с работницей Али, которая не хочет работать сверхурочно, потому что должна пойти сегодня на танцы, а не пойдет, хорошего парня упустит. Давать ли квартиру в новом доме тети Дуси, которая не скрывает, что сразу же уйдет на пенсию. Отпустить ли по собственному желанию старого мастера, начальника цеха Александра Ивановича, обидевшегося на главного инженера. Или уговорить остаться. В фильме много тем и под тем метких наблюдений, острых замечаний, высказанных, хотя и вскользь, но затрагивающих серьезные аспекты повседневности. Картина вообще подкупает достоверностью, подлинностью изображения, реальной действительности и при этом далека от бескрылого бытовизма. Вообще фильм удался. И прежде всего потому, что удался образ главной героини, директора фабрики, обаятельной женщины Анны Георгиевны Смирновой в безукоризненном исполнении Людмилы Гурченко. Благодарный драматургический материал предоставил ей возможность раскрыть характер, человеческие качества своей героини, очертить круг ее интересов, склад ума, душевные качества, всесторонние, исчерпывающиеся, подкупающие непосредственностью и искренностью. Да и другие персонажи. Начальник цеха, которого тонко и проникновенно играет Федор Одиноков. Главный инженер, в роли которого снялся артист МХАТа Борис Гусаков. Бывший летчик, а ныне шофер Володя, в конце концов все-таки встретившийся с Анной Георгиевной. Это артист Джигарханян. Многие эпизодические герои ленты также получились живыми, полнокровными, достоверными и убедительными. Это, я зачитал вам текст из «Спутника кинозрителя», апрель 1974 год. Это рецензия на фильм «Старые стены», который в нашем фильме как бы мелькает. Вы видите афишу, Гурченко появляется как главная артистка вот этого фильма. И в каком-то смысле можно сказать, что этот фильм и является основой фильма Муратовой, который представляет из себя очень жесткую пародию на вот эти самые советские бытовые производственно-любовные зарисовки. При этом главной темой этого фильма Муратовой можно сказать, что является любовь. Но любовь понятая совершенно в определенном плане. Это, если хотите, единственный островок квазидуховности, который остался вот в этой самой советской действительности. В принципе, это то, что берется из классических источников, из русской литературы. И мы видим, как читает одна из наших строительниц. Она читает письмо из «Героя нашего времени». Помните, там такая зарисовка, драм-кружок. И она читает письмо Веры к Печорину про любовь. Ну и важным, конечно, является то, что советская духовность, советская культура в виде вот этого фильма «Старые стены» тоже определенным образом как бы фундирует вот это самое понятие. Это понятие любви. Тот текст, который они обнаруживают, его обронила Гурченко, он, конечно, очень сильный. «Любовь – очень простое и таинственное чувство. Она безгранична именно своей ограниченностью. Сосредоточенность открывает целый мир в одной точке. Любовь дает смертным иллюзию бессмертия». Вы видите, что здесь на самом деле звучит определенного рода даже религиозный пафос вот этой самой советской любви. «Любовь – есть свойство души, есть состояние души, не связанное с предметом своим. Любовь – гора, возникшая на ровном месте. А когда она исчезает, остается огромная, зияющая, в данном случае, яма». «Почему мой бесценный друг?» – восклицает героиню. Значит, вот для того, чтобы понять, что, собственно говоря, вкладывается в это понятие, понятие любви, которое романтизируется. И на самом деле не только романтизируется, но и, как показывает Муратова, если хотите, оболванивается, да, то есть это любовь ублюдочная, любовь, которая, вообще-то говоря, является любовью, я бы сказал, из жизни насекомых. Есть прекрасный образ фонаря, вокруг которого крутятся мошки, и героиня этого фильма, она тоже как бы так на нее светят фары, и она, значит, идет к своему избраннику. Все герои здесь, в общем, выглядят, вот, скажем, мягко идиотами, и, в общем, это, ну, сегодня, наверное, бросается в глаза и очевидно, но, возможно, в 1978 году этот фильм вполне могли воспринимать люди как, ну, романтическую историю, в принципе, это, да, оно так и есть. Единственное, что есть, и действительно, единственное, что было у советского человека, это вот это самое советское, вписанное в советский дискурс такое обрезанное понятие любви, любви по-советски от и до ЗАГСа, да, ну, мы видим эту грандиозную сцену со свадьбами, и героиня этого фильма, она читает тоже свой монолог, который очень важен, он повторяется в фильме три раза, она сначала его разучивает, потом она его произносит, а потом главный герой ей напоминает, помнишь, как ты говорила, ничего в жизни нет лучшего, я не помню точно этот текст, да, главное любить. И вот это главное любить на фоне, в общем, в принципе, ну, совершенно убогой и никчемной жизни советского человека, это было в каком-то смысле единственной, если хотите, духовной отдушиной, над которой фильм Муратовой здесь, ну, я бы сказал, ну, как я уже сказал, да, довольно жестоко смеется, и мы видим эти замечательные зарисовки, это рамочка окончательная, да, где эти два персонажа, он так в конце как раз говорит, что я не думал, а может я думал, ну, в принципе, думать ему действительно видно, что тяжело, как и всем остальным героям этого фильма, и вот эта их рамочка, она как бы является символом той самой любви, которая здесь как бы в этом фильме вроде бы воспевается и оказывается единственным, вокруг чего, собственно говоря, и крутится, ну, вся жизнь этих персонажей, да, вот эти девушки, они с мамой по телефону говорят, ну, они только и ждут того, что да, парень там женится, не женится, короче говоря, все вокруг этого, ну, а действительно, больше ничего же нет, ну, вот это еще одна пара замечательная, драм-кружок, это руководитель драм-кружка и его возлюбленная, это тоже очень такой распространенный образ, да, советской любви, где любимые бронянцы только тешутся, вот они встречаются, они ругаются, они снова встречаются, они ругаются, ну, это прекрасно, это прекрасные, совершенно замечательные отношения между людьми, так и должно быть, в принципе, поругались, потом помирились, поругались, это любовь, это, вот это замечательная, иррациональная, держащая на плаву советского человека любовь. Ну, в общем, я просто попробовал, по сути дела, пересказать фильм, я ничего нового не сказал, да, то есть разбора здесь герменевтического никакого нет, я просто пересказал еще раз это содержание этого фильма, но с учетом контекста, в котором он был сделан, с учетом тех реалий, на фоне которых он был сделан, с учетом того обилия, ну, такой вот лживой духовности, которой кормили советского человека, в частности, например, вот эти старые стены являются примером, как бы, вот этого, этой кормежки, и в этом смысле, познавая белый свет, возможно, здесь, вы помните еще и песенку такую тоже, такую довольно-таки странно исполненную, в этой стране там и что-то такое, белый свет, она там познает, тоже эта девушка, тоже любовь возвращается в детство, в детство здесь тоже очень важно, потому что, в принципе, все герои этого фильма, они являются инфантами, да, то есть это инфантильность, которая характерна для всей эпохи Брежневского застоя, она, собственно говоря, и есть, это образ времени, в каком-то смысле, любовь пионерского лагеря, если хотите, да, то есть она, в общем, осталась вот на таком уровне, несмотря на тексты, предположим, Лермонтова, или вот все менее художественные тексты о любви, которые произносят те или иные персонажи фильма, здесь же есть и романтика деревенская, тоже показанная карикатурно, и романтика производственная, строительная, на нашу стройку приехал, и героизм, вот нашего основного героя, который как бы потерял ногу, значит, что-то там спасая, это тоже совершенно типичный образ советского героя. Может быть, еще одна неочевидная вещь интересная, которая в этом фильме присутствует, это, если хотите, еще и такая советская, тоже квазифеминизм советский, то есть женщина, она в каком-то смысле высвобождается, здесь же женщина находится, вот этот треугольник, который здесь описывается, Николай держит ее как бы как строевого вроде бы солдата, она говорит, ну, годинг строевого, не годинг строевого, она вроде бы находится под ним, он командует, он ее сажает, не сажает, она в итоге, она как бы освобождается, но это освобождение, оно тоже очень иронически осмысленно, эту главную героиню зовут любовь, как вы понимаете, да, и в этом смысле можно как раз говорить об эмансипации вот этой ублюдочной любви, которая, собственно говоря, и является любовью воспеваемой в советской действительности, а она воспевается по одной простой причине, потому что, на самом деле, как я уже сказал, духовный вакуум, да, нет ни идеологии, ни духовности настоящей, вообще ничего нет, и поэтому единственное, что остается, это вот эта прекрасная, замечательная любовь, ведущая в ЗАГС, ну, я, собственно, наверное, все сказал по поводу того, что я вижу в этом фильме, и я с удовольствием предоставлю слово нашему гостю Заре Абдулаевой, благодаря которой мы сегодня и посмотрели этот фильм. Спасибо. У нас уже такая традиция ссори, у нас такая любовная полемика. Я категорически не согласна, я согласна только с тем, что он не поддается герменевтике, потому не потому только что, что нечего там разбирать, а потому что это единственный фильм Муратовой нежнейший и по-настоящему романтический. Это действительно очень странное кино, не только на фоне 78-го года, оно и прошло каким-то там прокатом незаметным, его, в общем-то, никто и не увидел, и никаких рецензий не было. И на ход совете на Ленфильме фильм обвиняли действительно как малосоветский, потому что он противоречил стереотипам производственной темы. Но Кира Муратова потому гениальный режиссер, что она совершенно не мыслит этими категориями, в какое время она живет, прекрасно понимая про все времена, еще больше про людей. Но она такая самодостаточная монада и такая абсолютно свободная капризница, что она делает фильмы, так сказать, перпендикулярно времени. Вот наступил момент, когда она хотела сделать абсолютно лирическую картину о своей переогромленной любви к этой, с одной стороны, убогой жизни, жизни такой пустяшной, как бы тракторный завод, но она всю эту реальность многоэтажной, многоуровневой преображает. Поэтому вот удивительно, вот какая странная вещь восприятия. Вот вы прочли письмо, оброненное Гурченкой, то есть реальным персонажем, которая приехала на стройку со своим фильмом «Старые стены», мелькнувшей на афише. Но Муратова показывает реальную Гурченко, которая бросает письмо, видимо, связанное с ее личной историей. И вы прочли это литературное действительно письмо, как такой советский документ. А Русланов его читает, как возвышенную поэзию, совершенно иначе, абсолютно разное ухо. И когда она читает письмо, то мы уже видим, так сказать, разные уровни, она все время зеркалит все вот эти любовные, романтические отношения, то смешные и такие полугротисковые, совершенно не такие по-настоящему, как вы сказали, жестокие, как было принято у поздней Муратовой. Вот эти две девочки, две близняшки, сошедшие как будто бы со страниц огонька, такой вообще абсолютный соцарт. Там одна, и телефонные разговоры с мамой, там одна как бы история. История Натальи Лебле, которая читает письмо Печорину. Она читает письмо Печорину не только потому, что Муратова, работая в декорации строящегося завода, этого хаоса, стройки и так далее, этого неоформленного мира. Она еще потому, что были зарублены съемки книжной мэрии, где она должна была сыграть. А это такой абсолютно личный, об этом можно не знать, но здесь есть еще и личный обертон режиссера, который хоть так впендюрил в совершенно другую картину тот монолог, который ей не удалось снять, потому что актерские пробы не прошли утверждение худсовета. В свое время Муратова очень переживала, что так этот фильм и не был снят. Но главное не в этом, а главное в том, что она надевает на ее театральный костюм, на эту маляршу, она поднимает ее на подмостки, и строительные леса становятся подмостками. То есть эта убогая действительность постоянно преображается в нечто возвышенное. И это не, так сказать, мелодрама, хотя формально, там от знакомства до ЗАГСа там как бы все приметы есть, но она эту ткань разживает, разрубает, изранивает, делает какие-то бесконечные случайные эпизоды, замирания, паузы. Вроде бы бытовая история, нифига подобного. Вдруг грезы, они сидят в этом самом, в грузовике, и она, так сказать, себя воображает. А сделано это совершенно иначе, не так, как в поэтическом кино принято. Быт и бытие, грезы и романтизм здесь перемешаны совершенно в другом растворе. Вот этот цементный раствор становится лирическим раствором. Я-то думаю, что это единственный фильм Муратовой, когда вот ее такая действительно, вот как Мандельштам говорил, по другому поводу, переогромленная любовь к реальности, вообще к самому существованию человека, какой бы мизантропкой она ни казалась, не будучи ею. А вот тут нашло свое идеальное и гармоническое такое воплощение. Более того, вот вы говорите про эту ногу, что вот романтического героя, которого играет Попов, сыгравший в ее трех фильмах очень по-разному. Но мне-то кажется, что он вовсе не убогий, а мне кажется, что он вообще, говоря, играет тут князя Мышкина, условно говоря, нежнейшего, тончайшего человека, хоть и водителя грузовика. И вот мне кажется, что, так сказать, радикальность этого фильма заключает в том, что у нее нет не только стереотипов, у Муратовой это она не была бы гением по поводу производственного фильма, подумавший, это важно, но не настолько. У нее нет стереотипов по отношению вообще к человеку. Водит ли он грузовик или, так сказать, вот эта Люба, обладающая таким непуганным женским естеством, и от того, что она не прочла, не знаю, может быть, героя нашего времени, она не менее духовная, не менее глубокая, не менее тонкая, не менее обвражительная, мне кажется. Единственное, я согласна с вами, что его трудно, так сказать, поскольку это не конструкт, а поток и вообще поэтическое произведение. В этом смысле он трудно подается герминевтике, но вы сказали, что это же... Вот у Муратова еще есть одна такая нежнейшая и очень картина, тоже пропущенная, называется «Чувствительный милиционер». Так вот, при всем, при том, что это сказка, при том, что герой, милиционер почти Приговский или Муратовский, или Кандид, назовите как угодно, у которого юмором... Не отнять у Муратова юмора. У него в квартире висят два черных плаката и двух черных квадратов Малевича. Так вот, она очень такая картина, действительно, с одной стороны, хармсовская, с другой стороны, нацеленная и провоцирующая каждую минуту юмор и нежность, но там действительно есть разрывы кинематографические. Они очень такие резкие и очень... Ну, я бы не то чтобы жестокие, а ультрареалистические, я бы так сказала, гипертрофированные. Когда одесские жители во дворе гоняют тех, кто выгуливает собак, это вообще страшно смотреть на это, хотя, казалось бы, это бытовая сцена, но она такая совершенно обобщенная метафора вот этой озлобленного, значит, народа. Здесь же какая-то горечь, которая и лиризм, который, так сказать, разлит по этой картине, она сделана очень деликатно и очень нежестоко. Вот даже финал, когда они в зеркале, как бы на фотографическом портрете деревенском, такая мизансцена, но когда лежат гвоздики, похоронные цветы, так сказать, метафора похоронных, лежат на этой панцирной сетке, то такое впечатление, мне кажется, потому что это восприятие, оно рождает действительно у каждого свои метафоры, свои ассоциации и так далее, и так далее. Кажется, что это вообще почти кладбищенская сцена, хотя они собираются в ЗАГС, хотя там та-та-та, и когда он разбивает это стекло и уходит по этой дороге, герой Жаркова, который тут тоже очень такой, соблюдает очень тоже тонкое разновесие, один такой мышкинский, такой нежнейший персонаж, а этот такой клоун, который удерживает между маской такого советского рабочего и тоже философ в обыденной жизни. Почему? Там гениальный текст, если текст разложить, можно чокнуться. Гениальный по своей точности и по своей небытовизму, не только потому, что они произносят его, так сказать, по-разному, но потому что в нем, так сказать, заключена та неправильность, которая дает другую степень достоверности, то есть достоверность поэтическая, которая не, так сказать, не исчерпывается порядком слов и словами, а, так сказать, призвуки, отзвуки и какие-то еще вещи наслаиваются на эти слова, которые поставлены как в поэтической речи, но не как в бытовой. Здесь абсолютно не бытовая, даже бытовая речь. Но дело даже не в этом. А дело в том, что что тут она опробует свои революции, потому что она, так сказать, работает, в отличие от даже все-таки довольно, ну, как бы сказать, своевольно и свой каприз, так сказать, отстаивает, именно каприз в таком высоком смысле, не в женском, она не капризничает, а каприз как такую творческую, железную волю. И вот здесь она ее опробует, опробует, разрывая, так сказать, эту мелодраму и это движение, и это развитие от завязки этого знакомства до этого ЗАГСа самыми разнообразными, так сказать, паузами или диверсифментами. Вот, например, многие говорят о том, что не вполне правда, что она такая театрализованная, она словная, но тут она как бы репетирует то, что в более резкой, более агрессивной форме будет в других фильмах. Например, я вот, вы говорите, этим возлюбленным все время там ругается, но как сделаны эти сцены? Эти сцены кино, с одной стороны, и она опробует эту стилистику, потому что здесь почти несколько эпизодов или почти каждый эпизод решен в самой разной стилистике. Ее коллажное мышление, когда она хочет охватить вот этот мир, который еще никак не оформлен, так же, как эта стройка, так же, как язык кино, который вот-вот рождается на наших глазах, и она как бы репетирует, как бы опробует каждую стилистику, то они ругаются на дальнем плане с этим парнем, очень на дальнем плане, со своим возлюбленным, а девочки и близняшки смотрят в окошко из недостроенного дома ровно так же, как из ложи, как из галерки на то, что происходит как бы на театральной площадке. То есть она действует, так сказать, как авангардист, но используя фактуру, так сказать, аксессуары, как бы бытового, такого советского фильма. Но ничего, кроме того, что там строится завод, ничего советского, больше там, мне кажется, не наблюдает. И не потому, что она антисоветчица, у нее всегда расхождения были эстетические, так же, как у Синявского советской власти. Только эстетически. Она никогда, ни один фильм у нее не был, так сказать, антисоветский. Они все были социальные, потому что ни социальных художников не бывает. Но здесь как раз раздражало, как и в прочих других ее фильмах, именно какая-то, ну, позже это будет названо искусством, во всяком случае, когда она бросает зацеля все время в разную стилистику. То у нее вагончик бытовка перенасыщен и цветами, и кошками, и какими-то еще вещами. Это просто какой-то затхлый, жуткий. Но это же целое, целое искусство, так сказать, вот живописное, назовем его примитивом. Но я-то думаю, что это как раз здесь сошлось вот что. Она-то, взяв таких наивных героев, она поступила так же, как наши первые авангардисты, как Гончарова, как другие, которые обращались к примитиву для того, чтобы делать свои грандиозные, так сказать, авангардистские работы, когда исчерпаны все другие способы и не отражение, а познание действительности и ее преображение. В этом смысле ее примитив имеет глубочайшие корни авангардистские, самые прямые. Хотя их трудно здесь обознать, так сказать, опознать, и может быть, необязательно. Ну вот, в общем, я могу трещать долго, давайте лучше мы обсудим, потому что он такой чудесный, его смотреть без огромной улыбки мне кажется невозможно. Улыбки такой не от того, что это только смешно, а от того, что это счастье. Мне так кажется, это такое редко, редкое вообще говоря. Ну да, ну и вообще редкий случай, что у нас такая острая полемика, на самом деле. Нет, нет, у нас любовная, я же сказала. Любовная, но острая, любовно-острая полемика, да, то есть на самом деле я совершенно согласен с Зарой относительно всех поэтических нюансов этого фильма. Ясно, что он является поэтическим, это поэтическое высказывание, но с моей точки зрения оно еще и остро-сатирическое, чего Зар не видит, наверное, и считает, что он наоборот вводит нас в сторону романтизма определенного рода. Мне он кажется остро-сатирическим, несмотря на всю поэтическую ткань, действительно этого фильма. Пожалуйста, вам слово, вопросы или замечания ваши, вы можете вступить в полемику, так сказать, или... Просто в разговор, в разговор. Да, в разговор. Пожалуйста. Нет у вас такого желания? Да, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. В разных фильмах Кира Муратова один и тот же прием встречается, когда герой одну и ту же фразу проговаривает по два, по три... По сто раз. Да. Ну да. Вы не могли бы сказать, что это и зачем? То есть у меня есть какие-то свои предположения, что это про какие-то трудности коммуникации, но такой способ показать трудности коммуникации между героями, но может быть это что-то еще? Ну в том числе. То есть вы хотите сказать, что эти трудности коммуникации стоят в том, что друг друга мы не слышим, ну ее персонажи не слышат, поэтому они сто раз повторяют в надежде, что эта коммуникация произойдет. Ну и можно и так сказать, но у нее миллиард, так сказать, возможно трактовок так называемых рефренов. Сама она говорит, что она рефрены, она вообще-то не врет, она очень прямодушная, это свойство очень вообще больших людей и в частности больших режиссеров. Она говорит, что рефрены ей нужны, ей же задают все время этот вопрос, или задавали, потому что она любит оперу, а в опере все время так сказать рефрены реплик. Но я думаю, что с одной стороны, она действительно любит оперу, я тоже очень люблю оперу, эти рефрены могут, во-первых, не смотреть... Ближе микрофон, Ближе микрофон. Во-первых, они могут быть не только оперными, то есть такими, грубо говоря, и неправильно говоря, примитивными, потому что у оперы важны не лейбреты, не реплики, а музыка, но дело не в том, что это оперные рефрены, это еще и поэтические рефрены, но когда орут или говорят с одесской интонацией, а рефрены у тебя поэтические, так сказать, взятые из арсенала поэзии, а сами, так сказать, сама интонация и сами реплики совершенно ниже Плинтуса, пардон, то это высекает совершенно 25-й, даже не третий смысл, а 46-й, с одной стороны. Она все время ведь рифмует не только реплики, она и рифмует героев, у нее близняшек не только здесь, навалом по всем картинам у нее очень много двойников, вообще ее волнует двойственность любого толка, она неоднозначна, и двойственность, как вот в капле, она с одной стороны, с другой стороны принцип дополнительности, потому что нет никаких однозначностей, невосприятия человека, невосприятия какого-то конфликта, невосприятия романтического сюжета, невосприятия производства, поэтому она все время зеркалит разными способами, да, это действительно один из ее сложнейших приемов, кроме того, повторение вроде бы, одного и того же, вроде бы, близняшей, которой не отличишь, вера это, или вторую забыла как зовут, на самом деле, это, как бы сказать, такой вам укол, или такой вам знак, или такой вам привет, или вот такой вам воздушный поцелуй, что вот в этой одинаковости есть такие мини-различия, которые тоже можно либо уловить, либо не заметить, это тоже такая провокация, ну, в хорошем смысле провокация всяких органов чувств, и всяких органов и уха, и слуховых, и визуальных, и разных, и она настаивает на этом, чтобы эти диалоги, так сказать, у вас тоже происходили, ответа нету, вот это, мне кажется, по-моему, это, если я не ошибаюсь, если я не вру, по-моему, в разговоре о Данте, у Мандельштама, пишет Мандельштам, на вопрос, что такое метафора, я бы точно ответила, я не знаю, что такое метафора, но я смысл передаю, но, так сказать, не точно цитат, поэтому, что такое рефрены, я точно не знаю, что рефрены, но колоссальный, колоссальный диапазон, так сказать, интерпретации здесь может быть. Я бы откликнулся, я не изучал специально, хотя действительно, это отдельная тема, очень интересная, относительно стилистики и языка Киры Муратовой, там много действительно, масса нюансов, я, если не входить в детали, например, конкретно повторение фразы и так далее, она все время работает, по моему ощущению, на остраняющем эффекте, то есть на самом деле, все, что показывается, оно показывается не так, как оно показывается обычно, а остраненным способом, поэтому один из приемов такого рода остранения, это, например, повторение, когда это повторение функционально необязательно, в тот момент, когда у меня что-либо оказывается функционально необязательным, оно немедленно превращается в поэтическое, потому что все, что функционально необязательно, становится, дает поэтический эффект, поэтический в самом широком смысле, это не то, что рифма, а просто поэтический эффект. Ну, а поэзию, как правильно Зара заметила, ну, тут можно долго думать, если мы имеем дело с поэзией, что это означает в каждом конкретном случае. Поэтому, например, тот анализ, который я предложил, я, по сути дела, я же что сказал? Я обозначил жанр, не более того. Мы же не шли подробно по фильму и не анализировали, каким образом сделано то или иное высказывание. В принципе, это можно было бы сделать. И, наверное, это интересное упражнение было бы. То есть в каждой сцене понять, что, собственно говоря, здесь высказано, какая мысль здесь высказана. Ну, например, можно задуматься над тем, почему у нас есть еще одна такая рифма, где главный герой вытаскивает одну машину вместе со своей возлюбленной, и он же вытаскивает машину Гурченко. Это совершенно рифмующаяся ситуация. И ту, и другую он вытаскивает. Ну, я в этом вижу как раз намек на карикатурность того героя, который играет Гурченко в героине этого фильма. Но, может быть, можно это осмыслить и иначе. В любом случае, такого рода повторение, оно является повторением поэтическим, в каком-то смысле таком же, как и повторение фразы, например. У нее замечательная, кстати говоря, реплика. Тоже вполне необыденная. Дана Гурченко. Она говорит, я знаю, что меня... Мне тоже точно не помню, но смысл такой. Я боюсь, что меня ударит током. Я знаю, что не ударит током. Но я прошу. Но это абсурдная фраза. Поэтому она... Какая карикатура? Тут какая-то неловкость, иронимость человека на ровном месте. Она все время пальпирует, Кира Георгиевна. Какой-то идиотизм, но в самом тоже, как вы правильно сказали, справедливо, поэзия в самом широком смысле. И в этом смысле у нее никакого нету, как сказать, вот этой именно карикатурности нет. Она видит, она, так сказать, улыбается, но это не карикатура. Это мы все такие. Ну да, это то, что мы все-таки, я не отрицал. Это совершенно не карикатура. Это какой-то совершенно просто такой рентгеновский взгляд. Рентгеновский взгляд очень жесткий. И жесткий, и нежный. Вот я, понимаете, знаете почему? Я, наверное, на вас, так сказать, перекинула. Вот считается, что вот она вот, она жесткая. Нет, она, она, она просто, она просто реалистка. При всех ее завихречениях. С этим я совершенно согласен. Она просто, это не жесткость. Это просто, она не сентиментальничает, она не врет, и она не лицемерка. В этом смысле. Именно в этом смысле, конечно. Только в этом смысле. И не ханжа, никоим образом. Вы знаете, когда слушала вас, мне стало так обидно за советскую эпоху, за советскую любовь и за советских людей. И я благодарю Зару, что она так тепло, мягко сказала об этом фильме, потому что, когда я его смотрела, у меня все время были какие-то ассоциации с золотыми фильмами Феллини, потому что они так же вне времени, они так же прекрасны. Я думаю, действительно, это гений советского времени, не только советского. Но я хотела спросить вас о другом. Я вспомнила, что не так давно в «Пионере» смотрела последний фильм Муратовой. Как менялось ее творчество за эти десятилетия, на ваш взгляд? Какое оно сейчас, и каким оно было, и каким оно стало? Что вы видите? Во-первых, это я вам должна свою книжку подарить. Сейчас все тут от жары умрут, если я в эту рощу углублюсь. Значит, я про советскую эпоху. Мы не будем ее, как сейчас принято, ностальгировать по ней и так далее. Никогда. Этого мы не будем, потому что никогда мы не будем. Но тогда тоже люди жили и сделали что-то гениальное. Да, но советская эпоха тут ни при чем. Кстати, говоря о Кире Георгиевне, вот когда наступили тяжелые времена в смысле денег, она говорит, лучше искать денег, чем пробивать эти фильмы. И в этом смысле никаких не может быть тут разночтений. Сейчас она ничего не снимает и говорит гениально. Вы же не будете писать завтра в Фейсбуке. Она говорит, ну, я не хочу, не только не могу снимать, но и не хочу снимать. Я стала домохозяйкой. Ну, ведь императоры тоже сажали тростник. Вот такой гениальный, высоколобый и одновременно жесткий, одновременно очень безутешный ответ. Не снимает она, ну, и денег не дают, и вообще, и неохота. Вот. А творчество ее менялось, как сказать, смотрите ее фильмы от первых двух фильмов, которые люди приняли все-таки в результате, потому что их показывают все время по телевизору, я так понимаю, потому что других объяснений количество пришло в качество показов. Вот. Остальные фильмы у нее были действительно все более-более-более-более-более-более радикальные. И публика, любая публика, любая, профессиональная, непрофессиональная, профессиональная, еще хуже, это я вам скажу, совершенно не таясь, а вот они просто ее отторгли. Она как бы в своем творчестве становилась все более-более маргинальной, потому что ее образ, так сказать, художника и то, что она делает, она не соответствовала вообще никаким ожиданиям. Никаким. Никаким. Это была такая отдельная планета, которой надо было, как на выставках концептуалистов, еще, значит, выставлять еще какие-нибудь там тексты, чтобы человек читал тексты, которые он смотрит на каком-нибудь объект, или смотрел Киры Муратовы фильмы. И я не преувеличиваю. Но я уверена в одном, что как настоящее авангардное искусство могут воспринимать только ма-ля-ля-ля-ля, или дети неокультуренным восприять. Тогда они врубаются, и тогда они откликаются, и тогда даже сопротивляясь, они находят свой интерес. А если человек, так сказать, уже оброс вот этими стереотипами какими-то, они, стереотипы, это неплохо, нехорошо, это культурный опыт. Но с культурным опытом нельзя ее воспринимать, потому что он давлеет, потому что культурный опыт – это ваши ожидания. Поэтому если этот опыт засунуть под кровать на время смотрения Киры, то можно вступить в контакт. Если иметь в виду, то ничего не получится. она максимально открытой при ее изощренности и зрителю максимально открытым тогда случится. Вот и так бы я вам сказала. Я не знаю, стоит ли мне откликаться на вашу реплику, или, может быть, уже остаться с тем, что я сказал. Ну, я скажу кратко немножко. То есть мне кажется, что, собственно говоря, мой взгляд на этот фильм и на эпоху, и вообще на, скажем так, наше постсоветское существование, оно, ну, этот мой взгляд, он связан в том числе с тем, что, как мне кажется, есть некий вирус определенный, своего рода зараза, которая сидит в Homo Sovieticus. Вот эта зараза, она, мне кажется, очень близка с понятием любви, о котором я говорил. Я не знаю, говорит ли Кира Муратова об этом, мы спорим, именно об этом она говорит или нет, но если она рентгентовским снимком это все видит и освещает, то на самом деле она это вскрывает. По сути дела, вот эта самая любовь, воспетая в советское время, не в русской классике, а именно в советское время, она является, на самом деле, самой главной бациллой Homo Sovieticus. Homo Sovieticus живет этой любовью. Она для него романтика, она для него все, она для него небо, она для него Бог, она для него все. Она для него, вообще говоря, и есть квинтэссенция духовности. И от этой бациллы избавиться невозможно в каком-то смысле. То есть для этого нужно проходить какую-то серьезную терапию. В этот фильм он в этом смысле является такого рода терапией. Если его посмотреть несколько раз, то, может быть, тогда как-то удастся окститься и, наконец, понять, что, в общем, может быть, еще кроме вот этой любви что-то есть. Вот, собственно говоря, то, откуда я говорю о тематике этого фильма. Ури, дорогой, а разве есть что-то важнее любви в любую эпоху? Так в этом же наш спор и есть. Нет, здесь, как бы сказать, тонкость заключается вот в чем. Что что-то такое совпало в ее психофизике, органике, взгляде в тот момент, в 78-м году у Кира Георгена, что она сумела вот это бесконечное стихийное чувство передать на экран. Просто это было такое мгновение, счастливое, мне кажется, которое случилось в ее жизни. Потом, у нее все картины, так сказать, так или иначе связаны, как вы говорите, с темой любви, но они были обострены, конечно, уже другим возрастом, другим климатом, который был, надо сказать, более расположенным к человеку, а не застойные советские годы. Вот ведь очень странно вот что. Странна вообще ее реактивность, ее реакция на время, которое, на пространство, которое происходит за окнами или за пределами всеоблачной площадки. Когда наконец, наконец, в эпоху перестройки, ей разрешили снимать, и она даже говорила о том, что если я принесу пустой лист, и меня запустят, потому что, ну, как сказать, была такой спекулятивной фигурой. Может, она и не была, но ей казалось, она очень такая благородная и гордая, поэтому наступили другие времена. И все ждали, что в это-то время она сделает что-нибудь такое созвучное. Она берет записку, рассказ моем о том, как любовница убила любовника и снимает это не в Сингапуре, а в какой-то Средней Азии, и делает манерийский фильм в то время, как все громы кипели, отвечали, так сказать. Понимаете, она, так сказать, вот как мой любимый Джордж Агамбен, итальянский философ, он ведь говорит, подлинно современным художником является тот, кто не является и не считается актуальным или современным. Вот там-то и происходит этот щелчок, этот звонок, этот выстрел, так сказать, современности. Это очень тонкий, поэтому Кира идет параллельно, всегда шла параллельно. Это не значит, что время так или иначе, так сказать, не отзывалось. Поэтому это очень характерно. Вот когда все умирали, дался ей этот моем, где курак, где дом, когда все что-то другое. И здесь то же самое, я совершенно согласен. И здесь то же самое. Этот фильм, я думаю, в 1978 году, может быть, даже и не мог быть проинтерпретирован, так как я сегодня сказал. Никто бы не... А как? Если вы посмотрите рецензии, то там действительно говорится о том, что высокие чувства, большая любовь. Ну, немножко странные персонажи, правда. А вообще, ну, наше близкое, нам знакомое, очень романтическое чувство, которое, да, каждый человек советский должен испытывать. В принципе, немедленно прийти в ЗАГС. И вот эта массовка таких свадеб, по сути дела, маоистских, да, все комсомольские свадьбы, все женятся. Посмотрите на лица этих целующихся пар. Смотритесь еще раз, пересмотрите этот фильм, вы увидите почти босховские картины. Или невеста там с очумелыми глазами такими какими-то. Ну, можно, конечно, их воспринимать как счастливыми. Они такими и есть. Это и есть счастье. Это и есть то счастье, которое можно получить вот от этого фонаря, который светит. Вот это то, что я вижу, да, это вот то, что воспевается в этом фильме, как бы всеми персонажами. Это вот этот фонарь, вокруг которого крутятся мошкара. Больше ничего. Ури, дорогой, она снимает эти свадьбы совершенно просто как пастернак. Понимаешь, у нее шевшин с пастернаком тут сроднили. Это такой гибрид получше митю. Я не знаю, там лица, как лица, мой дорогой. Мы не будем высокомерны. Я и говорю, да. Но она снимает на среднем, на дальнем, на близком. И это же просто, не знаю, шедевр монтажа, как формальный. Я не отрицаю шедевральность, я тоже говорю, что шедевр. Ну как сказать, там нет никакого сарказма. Это упоение, это упоение. Это не сарказм, это упоение. Я уверена. Ну вот, мы. Вы понимаете? Нет, вы какие-то странные люди. Нет, ну мы же не можем со своими стереотипами, кто странный, кто не странный, подходить к какому-то... Не можем, но нам приходится. Нет, не приходится. Почему? Вы говорите так, а я говорю иначе. Нет, мы должны, как сказать, свои эти самые куда-то засунуть. Вот я вам один эпизод, и чтобы... Давайте попробуем, как мы одновременно засунили, и получится. Вся Кира, значит, она снимает, это рассказывала художница, она снимает порезанную картину, она сняла свою фамилию, написала Иван Сидоров «Среди серых камней». И у нее приводят персонажей для массовки. И какая-то тетя Мотя пришла, опоздав. Кира спрашивает, как она пойдет. И эта тетенька говорит, а я помыла голову и сушила в духовке. Кира говорит, беру. У нее не возникло, что какая она странная, она сушила в духовке. Она сразу представляет, что свой человек, наш человек. Я понимаю. И вот поэтому... Я тоже. То, что для нас странно, для Киры совершенно, а то, что нам кажется, ай-яй-яй, она умирает от скуки. Понимаете? Вот и все. Это странности разные. В этом смысле нет, я не считаю, что она неправильно сделает. Нет, дело же не в правильности, а в том, что это другая, все время другая система координацией. Действительно, в ней очень трудно втрескаться, и в нее очень трудно врубиться, и, может быть, даже не надо. И, может быть, даже не надо. Потому что я... Почему надо врубать? Но если уж врубаться, то по законам, пардон, по законам все-таки этого режиссера, а не какого-то другого. Мне как раз кажется, что я по законам этого режиссера. Я же не против вас, я же вообще рассуждаю. Видите, у нас сегодня такая... Да, ну что? Ну, потому что Кира горячая тема. Кира горячая тема. Ее либо любят, либо не любят, но в основном не любят. Вы знаете, я была... Мы его полюбим. А, мы его полюбим? Ну да. Если бы Кира Георгиевна сейчас услышала этот разговор, она бы очень веселилась. Ну что? Есть еще у вас? Да. Только сказать, что романтизм, по-моему, возможен только на фоне критики. Он тогда более ярко проявляется. Не, ну, само собой. То есть, опять же, например, то, что... Кирилл. Не отрицает того, что он выявляет что-то, что оказывается, ну, смешным или нелепым, или диким, или глупым и так далее. Это все не отрицает ни мастерства, ни внимания художника, ни точности, с которой он отражает то или иное явление. И в этом смысле, безусловно, Кира Муратова в каком-то смысле художник чеховского плана, с моей точки зрения. Я как раз думал, что мы будем смотреть чеховские мотивы. Видимо, мы когда-то будем смотреть чеховские мотивы в исполнении Киры Муратовой. То есть она мне видится как раз художником чеховского плана. Но, конечно, не... Я не помню, кто был автором сценария «Старых стен». Этот самый, Гребнев. Но не художником типа Гребнева. А Гребнев сделал вот... Она взяла между шучьим рассказ Бакланова и поругалась, естественно, с Баклановым. Ну, вы знаете, что все воспринимают чеховские мотивы? Ну, так сказать, ну, не чеховеды, чеховеды, а, ну, вообще-то, так сказать, люди, поклонники чехов. И я в том числе. Как античеховскую картину. А она суперчеховская. Ну, опять же, не в том расходе. Да, подождем, мы же будем смотреть. Нет, я просто хочу сказать, что вы воспринимаете как абсолютно античеховскую картину. Да. Ну что, мы удовлетворены нашей дискуссией. Да, будем прощаться. У нас небольшой перерыв. Две недели мы возвращаемся в нашу программу 1 сентября. Будем смотреть «Пианист Куханники». Хотя мы смотрели, это был один из первых фильмов, которые мы смотрели в нашей программе, но у нас не сохранилась запись, и мы решили повторно посмотреть этот фильм. Тем более, что прошло три года. И, наверное, те, кто ходили три года назад на нашу программу, уже перестали ходить по большей части. Поэтому приходите 1 сентября. Михаэль Ханники, пианистка. Мы будем, не помню с кем, посмотрите в анонсах, с кем-то мы будем обсуждать этот фильм. Зара, спасибо. Уже между тем не раскрытый фильм. Вот будем раскрывать. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...